Добрый вечер! Это программа «Насправде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодняшний разговор пойдет об эффективном контроле над процессом формирования бюджета и над дальнейшим расходованием бюджетных средств. Этим вопросом в Харькове и в районах области собираются в том числе заниматься не только депутаты, которых это профессиональный долг, а и общественная организация о том, какая система должна возникнуть и какой эффект она должна принести. Нам расскажут инициаторы, собственно, этой новой, извините за тавтологию, инициативы Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей. Здравствуйте, Александр! Но, признаться, сразу возникает вопрос, даже не вопрос такое, как это мнение, иллюзия, что вот да, возникает еще одна какая-то надстройка контролирующая. Люди с непонятным каким-то статусом, возможно, даже с непонятным уровень компетенции, да, вот они будут оценивать то, что вроде бы как серьезные люди, депутаты, избранные народом, уже там придумали, что там вписали в статьи бюджета и так далее. Как это будет на самом деле? Ну, начну с того, что мы являемся предпринимателями, налогоплательщиками, поэтому мы очень сильно заинтересованы, и, наверное, одни из тех, кто в первую очередь заинтересован, в прозрачности тех денег, которые мы уплачиваем в государственные либо местные бюджеты, потому что, как сказала Маргарет Тэтчер, не существует государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Мы являемся такими налогоплательщиками, поэтому мы заинтересованы, а, в анализе эффективности использования этих средств, б, мы хотим участвовать в разработке программ местного экономического развития, и, с, мы готовы участвовать в реализации этих программ. То есть, мы готовы предоставить, как говорится, весь спектр содействия и сотрудничества с местными органами самоуправления. А вот не возникает ли еще, скажем так, дополнительный некий такой узел противоречий и такая точка, хотя, возможно, это и хорошо, что оно возникает, но, смотри, процесс формирования бюджета – это длительный такой скрытный, часто очень такой скрытный, неявный процесс переговоров разных групп, которые отставят разные, лоббируют разные интересы. Это интересы громады, это интересы бизнеса крупного, мелкого и так далее. Это какие-то, возможно, частные интересы, не без этого в том числе. Появляетесь вы, ассоциация частных работодателей, это тоже представитель среднего, насколько я понимаю, в основном бизнеса, малый и средний бизнес. И начинает, то есть, появляется еще одна точка влияния. Ну и что, собственно говоря, в итоге? Ну, начнем с того, что мы влияли на разработку программы содействия развития предпринимательства в прошлом году, и причем не только мы одни. Там участвовала IT-кластер, там участвовала ассоциация СИУ страховщиков, еще две организации, которые внесли свои предложения в данную программу. Но эти программы, вернее, эти предложения фактически являлись проектами, которые мы реализуем на сегодняшний день. Например, один из проектов, это проект помощи переселенцев ветеранам АТО, в создании своего дела, он стал на сегодняшний день частью областной программы содействия развития предпринимательства. То есть, мы повлияли на этот процесс, это правда, но мы заинтересованы в том, что субъектов хоздеятельности стало больше. То есть, чтобы предприниматели росли как грибы, и это формирует средний класс, который является основой стабильности каждой страны. Поэтому мы в этом заинтересованы. Процесс лоббирования и влияния, он на самом деле во всех странах это нормальный процесс. Единственное отличие, что у нас до этого этот процесс был действительно скрытный, ну кулварный. На сегодняшний день мы имеем возможность участвовать в этом процессе, но мы приходим уже с конкретными предложениями. И они достаточно профессиональны. Почему? Потому что в прошлом году мы уже имели опыт создания экспертной группы, которая провела анализ бюджета за 2013-2014-2015 год областного бюджета. И мы выяснили очень интересные моменты, например, сравнивая с бюджетами других областей. Потому что депутаты, как правило, формируют бюджет, но не всегда они берут за точку отсчета какие-то другие параметры, статистику. Так вот, согласно этому анализу оказалось, что эффективность областных денег в Харьковской области ниже по одной простой причине. Потому что на некоторые программы, в пересчете на душу населения, этих денег было выделено меньше. В частности, субвенции с государственного бюджета. Поэтому эффективность от этого самой программы была низкая. Видя это, мы вносим в свои предложения о необходимости повысить финансирование данных программ. Пока что мы начинаем с целевых программ, то есть, например, программа содействия развития предпринимательства. Но в дальнейшем мы планируем выйти на участие в разработке бюджета как такового в целом. Но для этого очень важно сформировать группу экспертов, которые понимают, как провести анализ, которые знают, как внести профессиональное предложение и даже прописать это в виде нормативно-правых актов. Но это все на общественных началах, поскольку вы общественной организацией исключите внимание. Да, пока мы это делаем на общественных началах, но тем не менее, мы работаем над тем, чтобы появилось что-то в виде ресурсного центра, который будет заниматься этим целенаправленно. А, собственно, депутатскому корпусу, представителям облах администрации нужна ли такая, ну, еще одна, скажем, сторона процесса, которая и без того непростое противостояние в каких-то моментах еще более усложнит? Ну, во-первых, таким образом народные избранники, депутаты местных советов имеют возможность коммуницировать с представителями общественности и получать замечания, предложения со стороны общественности. Мы говорим о партисапивном... Бюджет участия, давайте говорим. Да, но при этом у нас реально этот процесс, ну, он отсутствует по одной простой причине. Сама общественность не знает, как в нем участвовать. Мы хотим этот мост, который мы уже наладили, расширить и вовлечь в процесс другие слои цельвых аудиторий. Например, поскольку мы активно занимаемся переселенцами и ветеранами АТО, в рамках данного проекта в нашу рабочую группу будут входить представители этих цельвых аудиторий. Почему? Потому что мы хотели бы узнать от их, их мнение по поводу программы, именно в части помощи переселенцев ветеранам АТО. И консолидированное мнение донести до областного совета для того, чтобы внести свои предложения. То есть вы, в принципе, открыты не только для ассоциаций и организаций, которые связаны с бизнесами, например, с бюджетными процессами, юристы и экономисты, вы, в принципе, открыты для всех общественных организаций. Еще маленькая добавка. В прошлом году, осенью, общаясь с предпринимателями в районах, мне повезло пообщаться с представителями местных органов самоуправления. И, например, у головы поселковых советов сказали, что в рамках децентрализации произошла интересная вещь. Один из советов, например, у него бюджет был 2 миллиона гривен в год. В прошлом году он составил 6 миллионов. И вот этот хвостик в 4 миллиона, они просто элементарно не знают, как освоить. Почему? Потому что сверх 2 миллионов, ну это еще 2 бюджета, люди не умеют написать программы целевые. Второе, они не могут их освоить для того, чтобы отчитаться правильно. И они очень сильно боятся ответственности, например, государственной аудиторской службы, которая придет, конечно же, проверять, а они не смогут отчитаться. Поскольку мы реализуем проекты социальные, в том числе привлечением донатских средств, у нас есть опыт написания этих программ и отчета. Мы готовы помогать местным органам самоуправления в этом направлении тоже. Я думаю, это будет далеко не лишняя помощь для них, тем более, да, действительно, у многих пока нет опыта общения с такими крупными средствами и с, возможно, большими серьезными проектами. Тут возникает вообще главный вопрос, это ключевое понятие эффективности бюджета и эффективности расходования бюджетных средств. Потому что, ну вот, скажем, я себя попытаюсь вообразить, да, вот, главой некой территориальной громады. У меня есть деньги, которыми я никогда не оперировал раньше. А давайте, вот я могу сделать водопровод, вот я могу их вложить в школу, например, да, построить жилье, например, врачу, которому мы будем содержать всей громадой, или построить дорогу. В чем будет заключаться эффективность? Вот, скажем, вложение в то же жилье для врачей, ее нет формально, я не получу прибыли из этого никакой совершенно. То есть деньги фактически будут, ну, потрачены, не знаю, это очень долгосрочная какая-то перспектива, инвестиции и так далее. Как я потом буду отчитываться, это выгодно или нет, это эффективная трата или нет? Здесь можно использовать опыт других территориальных громад и органов местного самоуправления. Если мы будем работать с другими районами, например, а у нас есть такая цель, мы хотим выйти с уровня области на уровне районов, то мы сможем просто делиться опытом. Например, если создать единую базу электронную областных программ и местных программ, то орган самоуправления, например, никогда не реализовывал направление, опять же, тоже постройки жилья для медицинского персонала, может посмотреть, каким образом эта программа была реализована в других территориальных громадах, взять их за основу и посмотреть, какие там были просчеты, в чем она была хороша и как ее адаптировать под нашу территорию конкретную. С учетом имеющихся денег и с учетом того количества квартир, которые нужно построить. То есть этот опыт можно будет передавать мгновенно, как говорится. С другой стороны, опять же, поскольку бизнес заинтересован в прозрачности расходования средств, которые он платит бюджет, то местный бизнес будет участвовать в этом процессе и, возможно, будет в рамках частного государственного партнерства инвестором в реализации этого проекта. Если все будет открыто, прозрачно, и само управление скажет, приходите, участвуйте, вот цифры реальные, бизнес посмотрит и скажет, например, эта статья может быть дешевле. Почему? Вот я поставлю комплектующие, и они будут дешевле. Здесь можно сэкономить. А здесь, например, они посмотрели, мощность проводки, например, она не выдержит, неправильно посчитана. То есть получается, что программы, которые будут реализовываться, они уже будут готовиться более профессионально и на более высоком уровне. Вот у нас, мне кажется, опять же, все-таки несколько упрощенное понимание, что эффективность это значит, если немножко дешевле. Я, в принципе, даже вот хорошо, что вы затронули вопросы взаимодействия с бизнесом. Приведу один, два даже примера, с вашего позволения, немножко позволю себе быть многословным в этой части. Ситуация, например, с закупкой трамваев для столицы, да, купленные, если не ошибаюсь, польские, да, трамваи, которые вышли дешевле, но деньги в итоге уйдут за рубеж, и не будет поддержан отечественный производитель, да, в другом городе, но все равно отечественный. Это эффективное расходование или нет? Я не берусь судить, признаться. Если формально и сиюминутно, да, там экономия будет, не знаю, в сколько там, 100-200 тысяч будет экономия, но реально деньги ушли за рубеж и в карман польских рабочих, которые будут тратить их у себя. Второй пример, опять же, из Польши, это закупка в Гдыне троллейбусов. Там отдельная программа поддержания троллейбусного парка. Они закупают дороже собственные троллейбусы, именно для того, чтобы поддержать отечественный бизнес. Вот в этом контексте, как понять, где эффективное расходование, а где нет? И на уровне области, и на уровне района. Здесь я полностью согласен. Нельзя эффективно считать то, что дешевое. Нужно смотреть в каком-то промежутке времени, потому что, может быть, те же трамваи будут более эффективны с точки зрения неразбережения. Тот же самый пример, я продолжу, по-моему, в Ровно. Там закупили партию гибрида от троллейбуса и трамвая. И они почему-то считали, что этот транспорт позволит решить транспортную проблему, особенно там, где нет трамвайных путей. То есть это оказалось на самом деле достаточно сложно. Во-первых, они оказались дорогие. И самое интересное, что они очень сложные и очень дорогие в обслуживании. То есть в итоге город проиграл. Поэтому здесь нужно смотреть, во-первых, подходить комплексно и смотреть с точки зрения эффективности проекта в дальнейшем. То есть в более длительном, там, среднем временном промежутке, на длительном временном отрезке. Смотреть, как это будет работать в дальнейшем. Насколько это будет эффективно. И опять же, да, дешево не значит эффективно. Вот как вы собираетесь это на практике, например, в тех же районах области? Вы приехали и говорите, вот у вас здесь есть какой-то момент, на который можно обратить внимание. Мне кажется, или вам кажется, или всем экспертам кажется, что это неэффективно. А председатель говорит, да нет, слушайте, у меня полное понимание с местными бизнесменами и так далее. Вот опять же, возникает какая-то двойственная ситуация. Вы говорите, неэффективно, они считают, что эффективно. Как решить, как выяснить, правда это или нет? Будет какой-то круглый стол, будет какая-то дискуссия. Да, конечно. У нас планируется несколько рабочих встреч. Одна из них будет на этой неделе, где мы будем формировать рабочую группу. То есть мы будем приглашать представителей целевых групп, заинтересованных это предприниматели, переселенцы, ветераны, а то депутаты, кстати. Мы готовы видеть рабочие группы действующих депутатов, которые будут тем мостиком взаимодействия между общественностью и местными органами самоуправления. Проведение круглых столов предполагает обсуждение тех проблем, которые являются более, скажем так, более серьезными. То есть начинать всегда нужно с тех моментов, в которых есть согласие. Вот там 2 плюс 2, 4, все согласны, все, поехали дальше. Переходим там, где есть разногласия. Круглые столы позволяют наработать открыто, опять же, наработать решения проблем, решения которых не были найдены ранее. И если брать конкретно по эффективности, например, если взять наш проект Новый Видлик, то здесь практика сыграла свое дело. На старте проекта мы считали, что 15 тысяч гривен на старт собственного дела будет достаточно, когда человек является самозанятым. Оказалось, что этого недостаточно, и люди довкладывали деньги, либо через какое-то время, через 2-3 месяца у них возникала проблема с недостатком денежных средств. После этого мы увеличили минимальную сумму до 30 тысяч. То есть у нас уже есть такой опыт. Возможно, в конкретной программе у кого-то есть опыт реализации, и он сможет подсказать. Но для этого наша задача как раз включить как можно более разных экспертов в группу по разным направлениям, которые смогут подсказать, исходя из собственного опыта, либо из опыта реализации каких-то других проектов. То есть опыт является мерилом. Насколько мониторинг будет оперативным и, соответственно, полезным для какой-то коррекции? Потому что вам ведь по большому счету необходимо детально будет проанализировать не только конкретный бюджет, скажем, области или района, а еще для сравнения, потому что, насколько я понял, это основа вашей методики, да, для сравнения еще где-то там аналогичные показатели по одной, там, двум, трем областям. То есть это занимает куда больше времени, чем, возможно, вообще есть для коррекции бюджета. Если брать конкретно областной бюджет, то проанализировав первые три года, то есть 13-й, 14-й, 15-й, мы его анализировали по 800 параметрам. Это огромная таблица, которая позволяет посмотреть эффективность по каждой статье. После этого, используя эти же данные, мы уже провели анализ, прогноз бюджета 2016 года. Его еще не было анализа, но мы уже провели его прогноз. И на этих же данных мы сделали прогноз бюджета 2017 года. Понятно, что нельзя сказать, что наши данные там, ну, достоверные на 100%, но они уже позволяют определить, ну, тенденции в том, либо в другом направлении. На сегодняшний день, поскольку мы продолжаем развитие нашего проекта, мы хотим уже посмотреть использование данных цифр уже на целевых программах, чтобы проверить их достоверность. Если они будут достоверными для предыдущего анализа и для нынешнего, то можно сказать, что разработанная методика является достаточно, ну, точной. И эту методику использовать. Опять же говорю, она еще сырая, мы только ее отрабатываем. Методика, по которой мы анализируем бюджет, была проанализирована пока что только в двух областях. Плотный проект был запущен в Харьковской области и в Черновицкой. Там такая же группа экспертов была создана. И на сегодняшний день мы фактически нарабатываем этот инструмент и наш опыт. Но, с другой стороны, я уже знаю о опыте в той же Харьковской области. Ребята, которые тоже занялись вопросами бюджета, но они пошли немножко по другому направлению. У них есть свой опыт. Если мы его объединим, я думаю, то у нас получится программа уже более такая мощная и более достоверная. И сам инструмент можно будет использовать с большей, скажем так, степенью точности. А вот из тех 800 параметров, по которым вы анализировали бюджеты, по тем направлениям, по которым вы работали, есть ли какие-то устойчивые тренды, сферы, где наиболее, скажем, неэффективно, на ваш взгляд, тратятся деньги налогоплательщиков? У нас есть, скажем так, четкий тренд неэффективного использования средств, а именно отсутствие средств. Потому что программы, по которым планировалось выделение средств, но они были выделены либо не в достаточном количестве, либо вообще не выделялись, естественно, там показатели были хуже всего. И мы, даже взяв для сравнения там Полтавскую, Черкасскую область, то есть неведущие области Харьковской области, увидели, что показатели Харьковской области хуже. Почему? Посмотрели, что не было финансирования в виде субвенций из государственного бюджета. И сумма в пересчете на душу населения в Харьковской области была выделена меньше. Хотя абсолютная сумма, например, с Полтавской областью была выше. Но результаты были хуже. Таким образом, элементарная взаимосвязь. Нет денег, нельзя реализовать программы. Поэтому наша задача, конкретно программы, которые лежат в сферах наших интересов, то есть развития предпринимательства, чтобы они финансировались в полную силу. Плюс мы хотим привлечь финансирование дополнительное в эти программы. У нас есть предварительная договоренность с международными донорами, которые готовы финансировать программы, и в том числе в ее инвестиционной составляющей. То есть там, где уже мы можем привлечь деньги в конкретные стартапы, деньги, которые останутся в области, будут работать на области. Ну и главное, конечно, чтобы у вас слышали депутатские корпусы на местах. И насколько я понимаю, если проблема в том числе и с субвенциями, то чтобы голос доходил и до Киева, и до органов власти, которые за это непосредственно отвечают. У нас отличный контакт с губернатором, с головой Харьковской областной администрации, Юлией Александровичной, и мы очень активно работаем сейчас с Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли. Там есть программы именно по развитию предпринимательства активности деловой в регионах. И с сентября стартует шесть новых направлений, которые мы хотели бы завести именно в нашу область, чтобы они реализовывались здесь. Александр, спасибо вам большое за то, что сегодня были гости в нашей студии. И спасибо за то, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok